меня зовут артем я аспирант институт астрономии российской академии наук и я сегодня хочу поговорить с вами по поводу экзопланет вот но разговор у меня будет немножко в оригинальной форме построен я вам не буду рассказывать какие есть планеты как их открывают где они там летают около каких звезд вот это все можете там найти прочитать в интернете спокойно вот я буду рассказывать другие вещи я зайду немножко сдалека и затрону очень такие аналогии интересно я думаю они вам покажутся интересными и собственно моя цель здесь зачем вам всем это рассказывать чтобы вы немножко как-то задумались об этом мире не и серии там сели и загрузились такие скучные сидите и вот чтобы как-то успел из к этой пищи к размышлению к этой информации интересно вот после меня будет лектор который попытается объяснить почему на самом деле все это будет сложно сделать вот а я объясню что сложно вот и так экзопланета начнем немного с истории 1976 год в этом году был зарегистрирован патент на звездные войны и Джордж Лукас начал снимать первую часть звездных войн вот на тот момент идея о том что где-то в космосе вокруг других звезд летают какие-то другие планеты она была в головах достаточно многих людей но на тот момент на 76 год никто понятия не имел что где-то есть другие планеты никто об этом даже не знал никто не представлял себе были какие-то разговоры но никто их не видел и это на самом деле было уже давно там чуть ли не Джордана Бруно там много столетий назад говорил что где-то есть другие планеты но никто их еще не видел но фильм уже создавались все прекрасно помнят но я думаю здесь многие смотрели звездные войны да вот нет ну хорошо значит надо посмотреть потому что классика вот и идея летала в головах у миллионов и вот только в 1995 году произошло одно событие один астроном из франции он обнаружил очень интересное покачивание звезды звезда реально качалась то есть у нее смотрели она туда-сюда раскачивается с периодом там что-то четыре дня немножко нетипичное поведение для звезды начали копать и он предложил что а пусть это будет планета пусть это будет там какая-нибудь планета и это открытие было реально грубо говоря это был фейспалм потому что никто ему не поверил что это планета начали там идея засунуть планету в любое открытие летала просто везде на вот 95 год ему никто не поверил сказали что нет это все неверно это все твои фантазии но оказалось не так оказалось что действительно только лишь в девяносто пятом году можно было получить первое повторимое подтверждаемое доказательство состоянии планеты за пределами солнечной системы далеко за и это реально был бум люди поняли о том что блин они есть реально есть планеты это все не фантастики джорджи лукаса и прочей там компании они реально есть их нужно просто уметь искать и вот тут реально девяносто пятый год считается бумом когда началась эта отрасль науки эта область науки изучающие экзопланеты кто-то может не возразить и сказать что нет это было раньше там где-то около пульсара открыли звезду но нет я ничего не имею против пульсаров люди которые занимаются пульсарами очень классные люди но именно вот это открытие совершила бум она именно перевернула немножко мировоззрение следующее подобное такое открытие произошло в девяносто девятом году там уже понадкрывали несколько экзопланет уже более-менее там люди поняли как это можно делать но люди их просто открывали то есть просто где-то из планеты мы там в лучшем случае знали массу или радиус планеты точнее в лучшем случае знали и массу и радиус в худшем случае что-то одно из двух но тут произошло другое событие планета вот это лазер есть вот видно вот она hd 209 458 by она называется горячим юпитером и по сей день эта планета является самой изучаемой экзопланетой по ней больше всего статей почему по ней больше всего статей потому что впервые можно было увидеть атмосферу планеты как это выглядит планета находится очень близко к своей звезде вращается все эти отправить размером с юпитер эти юпитер большой такой питер вот планет размером степить и вращается вокруг звезды размером с солнца и совершает оборот за три с половиной дня у нас год идет оборот вокруг нашего солнца та планета за три спойня просто период и крути вокруг этой звезды и и за За счет того, что она находится так близко, она находится в 8 раз ближе, чем Меркурий находится к нашему Солнцу. На этой планете происходит не то, что глобальное потепление, а там самое настоящее глобальное поджаривание происходит этой планеты по полной программе. Ее атмосфера начинает испаряться, как вот чайник кипит, из него пара идет, вот так же испаряется атмосфера. И люди это видят, это реально видят. Это можно взять, навести телескоп, увидеть эту атмосферу, как она там испаряется. И впервые можно было взять и изучать эту атмосферу. И что интересно оказалось, оказалось, что в этой атмосфере есть все. Вода, углерод, азот, метан, еще другие химические элементы. Там все летает вокруг этой планеты, но жизнь на ней вряд ли возможна, потому что там в верхних стадах атмосферы температура под 10 тысяч градусов достигает. Ну хорошо, вот такие два очень важных события влияли на то, что в 2009 году, его считают этим годом просто пиком на данный момент, пиком исследования экзопланет, запустили телескоп Кеплер. Это первый в истории телескоп, который был сделан и запущен в космос специально с одной единственной целью — искать экзопланеты. Вот стоимость миссии примерно 600 миллионов долларов. Это только одной миссии, не считая наработок, параллельных каких-то других грантов, просто других проектов. И это только первый телескоп. И там еще есть другие, которые тоже летают, и которые тоже заточены именно под экзопланеты, под поиск этих экзопланет. Ну и стоит вопрос, а зачем это люди делают? Зачем запускать телескопы? Вот 14 лет прошло, запустили Кеплер, потратили столько денег для того, чтобы просто посчитать их на пальчиках. Нет, все немножко поинтереснее, все немножко куда-то гораздо глубже. И вот, кстати, да, экзопланетами занимаются 25 лет. Это одна из самых молодых областей науки. И за 25 лет удалось открыть 3,5 тысячи с лишним экзопланет в 2600 с лишним планетных системах. И 603 системы имеют более одной планеты. То есть там у звезды более одной планеты, возможно. Вот много это мало. 3,5 тысячи экзопланет мы открыли. Когда нам нужно остановиться? Когда мы откроем 10 тысяч, 100 тысяч экзопланет? Когда вот наступит та точка, когда мы скажем, что нет, все, хватит нам запускать спутники для поиска экзопланет? И давайте чем-нибудь другое поделаем. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Начнем с далека. Все вы когда-нибудь видели звездное небо? Ну там, просто смотрели там, когда по улице шли, не знаю, там, с девушкой поехали за город посмотреть на звездное небо? Ну, не важно. Кто из вас считал звезды когда-нибудь? Поднимите руку. Вот, есть такие люди, отлично. А давайте сейчас мы здесь попробуем вместе взять и в режиме реального времени вот сейчас здесь вот посчитать звезды. Вот здесь вот просто на слайде представлена картинка вот какого-то звездного неба там где-то на нашей планете. Вот, давайте начнем их считать. Сейчас пиццы сюда закажем, там, кофе закажем. Начнем считать их. Посчитаем, а, и давайте еще предположим, что у нас есть такая суперспособность. Вот у марвеллских персонажей там в Америке у них одна суперспособность, а у нас будет другая. Мы будем знать, сколько у каждой звезды планет. Неважно каким образом. У кого-то там не будет планет, у кого-то там будет одна, две, три, шесть, девять. Но мы это знаем как-то. И мы будем считать звезды, и потом говорить, что у этой звезды там столько-то экзопланет, и будем считать, сколько всего экзопланет у нас есть. Сколько их вообще есть у нас. Где они? Вот. Отлично. Давайте здесь там посчитаем, вот там. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я вот пять уже насчитал. Вот. Мы сейчас все их посчитаем, отлично там. Получим, сколько-то экзопланет. А давайте потом возьмем и выделим какую-то область. Допустим, вот эту. Небольшую. И попробуем туда заглянуть с помощью какого-нибудь телескопа. Ну, прибора. Если мы туда заглянем, мы увидим примерно такую картину. Вот эта звездочка, и вот это все остальные тоже звезды. Давайте здесь их попробуем посчитать. Отлично. Взяли, сосчитали, заказали еще пиццы, потому что здесь, видимо, звезд много. Вот. И нам это стало мало. Мы потом пройдемся по всему остальному здесь небу. И еще захватим и южное полушарие тоже. Мы посчитаем, получим много-много звезд. Посчитаем, сколько у них экзопланет. Но нам опять этого мало становится. А давайте махнем дальше. Давайте попробуем посчитать, сколько планет в галактике. Вот. Вот эта галактика примерно. Никто, кстати, наша галактика, примерно так она выглядит. Никто никогда не делал селфи с нашей галактикой. То есть никто никогда не улетал туда, не фоткался и не возвращался обратно. Это все картинки художников. Вот. Вот примерно так вот может быть выглядит наша галактика. И вот Солнце здесь, ну где-то он может быть здесь находится, но оно неразличимо вообще. То есть оно настолько маленькое, оно настолько тусклое, что Солнце здесь не видно. Вот. Здесь очень много звезд. Здесь в галактике по оценкам там сотни миллиардов звезд. В ближайшей к нам галактике Андромеды триллион звезд. Вот мы здесь все посчитали галактики, посчитали планеты. Давайте дальше махнем. Вот на этом слайде здесь показаны галактики, какое-то скопление галактик. На этом слайде наша галактика уже неразличима. То есть наша галактика вот эта, она здесь вот маленькая точка, которая вот еле-еле возможно светит, ее не различить. Вот сколько здесь галактик. И теперь представьте, что в каждой галактике сотни миллиардов звезд, где-то больше даже. И сколько всего экзопланет? Сколько их? А вот ответ. Экзопланет в нашей Вселенной в полтора раза примерно больше, чем звезд. Раньше мы думали, что звезды, они как бы такое основное население, допустим, галактик составляют. Но на самом деле планет гораздо больше. Вот есть оценки, которые показывают, что в нашей галактике порядка 100-200 миллиардов планет различных. Они где-то блуждают, что-то там делают, живут вокруг своих звезд. Представьте себе цифру 100-200 миллиардов. И почему тогда мы всего 3500 открыли? А все просто, потому что вот другое изображение нашей галактики, вот здесь вот Солнце, это не его размер, это просто прицел наведен на Солнце. Вот здесь прицел, оно где-то вот здесь вот. И телескоп Кеплер, он взглянул всего лишь на такой маленький кусочек неба. Это равносильно тому, что мы ползали на четвереньках посреди травы, потом встали и просто осмотрелись вокруг. И вот то, что мы увидели, это вот сейчас вот 3500 планет, которых мы нашли. Более того, Кеплер, он уже сейчас не работает, своей задачей основной. Он отправил на Землю такое количество данных, что их обработка займет еще ну лет 5, наверное, точно. То есть там каждый день кто-то берет и открывает новую экзопланету. Вот. И всего их там 100-200 миллиардов. Ну как бы, я думаю, мы долго будем сидеть, пока не переберем все эти экзопланеты. Так вот, зачем это делают? Я вот сейчас презентую такую фразу, она ни в коем случае не претендует на полноту описания исследований. Она не объясняет, зачем вкладывают туда большие деньги, зачем люди годами занимаются этой работой. Это там, на самом деле, все немножко посложнее. Зачем это делают? Все просто. Поиск жизни. Поиск жизни где-то за пределами нашей Солнечной системы. И на самом деле это очень интересный вопрос. Почему? Потому что если бы планеты были бы редким явлением, то есть действительно редкая бы звезда могла бы похвастаться своей планетной системой, которая у нее находится. Но когда мы у наших соседей находим по 6-7 планет, и планеты это очень частое явление в нашей галактике, не беря в расчет другие миллиарды галактик, то вопрос стоит немножко под другим ребром. А действительно, среди такого огромного разнообразия планет возможно ли где-то еще жизнь? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, где ее искать? Ну, для начала давайте начнем с звезд. Так как звездочки светят, их проще найти, и звездочки создают благоприятные условия для того, чтобы жизнь была. Вот там у нас солнышко светит, вот нам тепло, там птички поют, цветочки распускаются, все отлично, это вот солнышко светит. Давайте мы начнем с звезд. Сначала с ними разберемся. Вот здесь на этом слайде представлены схематичные изображения некоторых звезд. Опять-таки, аналогия. Вот Солнце здесь, вот если кто-нибудь увидел, оно вот здесь, оно неразличимая точка по сравнению вот с остальными звездами. Вот. То есть звезды бывают разные. И вряд ли вот такой большой звезды, вот эта UI, щита, звезда, одна из самых больших, в свои особые дни она в полторы-две тысячи раз больше Солнца. То есть она захватывает орбиту Юпитера, если бы поместить в центр нашей Солнечной системы. И она пульсирует. То у такой звезды, ну, вряд ли возможно там создать какую-то разумную жизнь, особенно за долгое время. Более того, большие звезды, то есть гиганты, они мало живут. Они живут там десятки, иногда и просто миллионы лет. И поэтому жизнь, она просто не успеет сформироваться. Поэтому логично искать жизнь у звезд, подобных нашему Солнцу. Потому что они будут долго светить, там будет долго гореть водород, и за это время у них не будет такой большой активности, но не у всех, по крайней мере. То есть встречается такое, но не так-то уж часто. Вот. И там вероятность будет проще. И тогда ученые решили определить такое понятие, как зона обитаемости. Что такое зона обитаемости? Это зона, где вокруг звезды, каждой конкретной звезды, это зона. Это зона, где, возможно, жидкая вода. Что такое жидкая вода? Мы приехали, прилетели на экзопланету с своей кружкой, там с какой-то надписью, зачерпнули воды и попили. Вот в таком понимании жидкая вода, возможно. Вот. То есть все просто на самом деле, все банально. Планета должна располагаться в такой зоне, чтобы не было слишком горячо, чтобы вода испарялась, ну и не слишком холодно, чтобы она замерзала. Вот нам так повезло, что наша зона обитаемости, у нашего Солнца, вот ее центр, приходится примерно на нашу планету. То есть мы находимся в центре зоны обитаемости примерно. Вот. Вот так вот свезло нам. И, ну вот, допустим, пример. У горячих звезд, типа, у них зона обитаемости располагается дальше, и она шире. Ну, потому что это горячие звезды, они горячо светят, там излучение сильное. Поэтому нужно подальше располагаться. Вот у звезд типа Солнца, вот она примерно такая зона обитаемости, но как у нас. То есть у нас она начинается с Венеры и заканчивается Марсом, зона обитаемости. У маленьких М-звезд, у них она зона обитаемости маленькая, и она располагается очень близко к планете. Вот. Ну, отлично. А, кстати, вот интересный момент, интересное замечание. Смотрите, кто знает, почему листья зеленые? Фотосинтез? А, при чем тут зеленый цвет? Ну, да, видимо, не все знают, но в чем суть? Самый большой поток энергии от Солнца до поверхности Земли как раз-таки доходит в зеленом свете. То есть если взять спектр Солнца, построить его по энергиям, то как раз самый большой пик энергии приходит на зеленый свет. Именно поэтому листья зеленые, потому что они адаптированы под это, они максимальную эффективность из этого черпают. Если, допустим, прилететь на другую планету, где максимальный поток энергии будет доходить до планеты в красном свете, то для них будет разрешающий сигнал светофора красный, а зеленый может быть запрещающий. Вот это такое небольшое наблюдение, тоже аналогия. Вот, отлично. Со звездами мы разобрались. Далее. Что мы вообще хотим найти? Что нам нужно для жизни? Для жизни нужны, ну, вот, так называемые биомаркеры. Это просто химические элементы, которые мы надеемся обнаружить в атмосферах планет. Ну, здесь на самом деле все просто. Первое – это вода. Ну, вода водой, что с нее взять? Вот, всем известно, люди сидят, пьют здесь воду постоянно. Далее. Вот эта вот гантелька, это не гантелька покачаться, это молекула кислорода. Вот, она нужна, потому что кислород нужен для процесса выкисления, для энергетических каких-то реакций, для получения энергии, он важен. Далее. Азот. С ним тоже интересная история. Азот вообще четвертый по распространенности элемент в этой Вселенной. Вот. И, например, наша атмосфера состоит на 70 с чем-то, 73, что ли, процента из азота. Вот вы сейчас сидите, вдыхаете, в основном вдыхаете азот. И там только остаточные пары кислорода и остальных других газов. Он очень важен для различных, образования различных биологических, органических соединений. Вот. Без него реально никак. Далее. Метан. CH4. Зачем нужен здесь метан? Откуда он здесь взялся? Все просто. Метан, он может являться, он может являться побочным продуктом жизнедеятельности живых организмов каких-то. То есть, бактерии где-то там плавают, что-то не делают, и они уделяют метан в процессе своей жизнедеятельности. За много лет этот метан может скопиться в атмосфере достаточно, чтобы его можно было различить каким-то прибором. И вот он слушает тоже таким вот маркером, индикатором. То есть, есть действительно планеты, где там целое море из метана создано, но там вряд ли возможна жизнь, понимание, в котором мы ее ищем. То есть, ту, которую мы знаем, каждый день с ней сталкиваемся. Вот. И напоследок вот этот порошочек, черненький такой, это углерод. Чем он интересен, углерод? Он на самом деле очень хитрый парень, потому что вот именно углерод, он способен... У него есть такая суперспособность своя. Он образовывает полимерные цепочки. И эти полимерные цепочки открывают абсолютно новый класс химических соединений, изучением которых занимается органическая химия. И в чем фишка-то? Фишка в том, что класс химических элементов органической химии, он гораздо шире, чем неорганической. И если кто-нибудь из вас решит построить жизнь, то лучше всего делать на углероде. Просто потому, что у вас, возможно, огромное количество вариантов соединений химических. Просто как угодно, можете его туда-сюда пихать, и все будет нормально. Отлично. Где ищут эти биомаркеры? Биомаркеры ищут в атмосферах планет. Пытаются найти спектры, но с этими есть проблема. Там есть большие проблемы, о которых я не буду вам рассказывать, потому что это тема отдельной лекции. Там все не так-то просто. Не так очень... Понимаете, у нас с Земли атмосфера занимается очень маленький-маленький слой. Издали, там, не знаю, с нескольких световых лет, этот слой очень тяжело заметить. А если планета находится на расстоянии тысячи световых лет, то тут сложно все в общем. Итак, биомаркеры. Далее. Ученые на этом не остановились и пошли немножко дальше. Вот в 1996 году была обнаружена очень интересная планета. Вокруг звезды, типа Солнца, которая подобная звезда, нашли планету, которая вращалась по эллиптической орбите. У нас, например, все орбиты нашей планеты почти круговые. А тут реально была эллиптическая орбита. Прямо как Кеплер прописал своих законов. Вокруг одного из фокусов находится Солнце. И вот движется планета. Планета является Юпитером. И в чем интересный факт. Вот здесь вот, между Венерой и Марсом, находится зона обитаемости примерно этой планеты. И зона обитаемости звезды. И эта планета проходит через эту зону обитаемости два раза в год. То есть у нее там период 800 дней почти, но два раза в год она проходит через зону обитаемости. И по аналогии с нашим Юпитером было сделано предположение, что возможно там есть спутник. Там никто его не видел, никто не проделал никакие наблюдения, доказывающие, что там есть спутник. Это теория. Но эта теория имеет небольшое подтверждение касательно изменениям периода орбит. Изменениям колебаний, которые звезда совершает во время движения планеты. Там это можно как-то связать, это люди делают, но вот есть гипотеза, что у него есть спутник, экзолуна так называемая. То есть экзопланета, экзомуны они называются по-английски. Но по-русски это будет экзолуна. И вот у этой планеты есть экзолуна. И она может быть такая же, как, например, спутник Европы у Юпитера, где есть вода. И нюанс в том, что эта планета проходит через зону обитаемости два раза в год. И, возможно, там льды растапливаются, и там, возможно, есть какая-то форма жизни. Непонятно. Далее. Затрагивающая тему экзолуны. Вот спутник Европы у Юпитера, он обладает, точнее, не спутник обладает, а там происходит очень интересный эффект. За счет действия приливных сил, которые возникают между планетой и ее спутником, вещество здесь начинает вращаться, грубо говоря. И получается так, что... То есть, смотрите как, там был эксперимент, который поставлен численно промоделирован, и потом на спутнике Галилео померили магнитное поле, которое было получено численно эксперимента. За счет действия приливных сил здесь вращается слой воды, который, возможно, там есть. И этот слой воды, он как раз в превращении создает магнитное поле, которое меряет спутник Галилео, который там летает. Не знаю, он сейчас уже не меряет, он, наверное, мерил его. И в чем суть? Приливные силы, они не только вызывают приливы и отливы у нас на Земле, они могут разогревать вещество, которое находится внутри планеты. Планета. А что это значит? Это может давать энергию, тепло. Это может растопить воду. Поэтому здесь считают, что под ледяной коркой у этого спутника Европы находится жидкий океан, стоящий из воды. Потому что он как раз растоплен под действием приливных сил. А что это значит? Это значит, что мы берем планету, помещаем ее далеко за зоной обитаемости. То есть там холодно, там лед, там никакой жизни невозможно. Но за счет действия приливных сил эта планета может разогреваться, и там может существовать жидкая вода. И там уже может быть какая-то форма жизни. Но и это не остановило ученых. Они попробовали посмотреть еще дальше. И оказывается, планеты не могут выбрасываться из своих систем, где они вращаются. По различным причинам, связанным с гравитацией, большой объект рядом прошел, возмутил орбиту, и планета улетела. И когда она улетает, вот такие планеты называют планеты сиротами. Их открывают в основном с помощью микролинзирования, потому что они вообще никак не светят. Их вообще никак не найдешь. Только микролинзирование. Но есть гипотеза, что там может быть жидкая вода по некоторым причинам. Первая причина, я уже озвучил, это, возможно, выброшена планета со спутником. И за счет действия приливных сил этот спутник может разогреваться. Он может держать тепло. Более того, внутри планеты, если ядро было разогрето, ядро двигалось там постоянно, оно долго будет остывать. И продолжительный промежуток времени там может существовать жидкая вода. И далее есть еще тоже теории, которые говорят, что некие распады изотопов тоже могут давать какую-то небольшую энергию, которая в целом по всей планете может держать под слоем льда температуру жидкой воды, грубо говоря. И чтобы совсем он не показал, что это какой-то бред, я сейчас здесь несу, есть реальная статья в журнале Nature, опубликованная астрофизиком Стивенсом, где он как раз рассказывает о возможности существования таких планет и о возможности действительно существования там жидкой воды и, возможно, каких-то форм жизни. Это реально, то есть никто этого не видел, и непонятно, как это вообще увидеть, как это подтвердить, но гипотезы не противоречивы сами себе, как минимум гипотезы существуют, о том, что вода-то может быть. Итак, что у нас получается? У нас получается, что миллиарды, сотни миллиардов планет по всей галактике у нас раскиданы. Сотни миллиардов. И жизнь, она может образоваться не только вокруг хороших звезд, где там зона обитаемости нормальная, вот, а еще ее можно и подальше выкинуть из зоны обитаемости, либо вообще уплыть в межзвездное пространство и там спокойно себе жить, плавать между мирами и захватывать их. Вот. Но не так все просто. Есть некоторые факторы, которые должны совпасть, причем совпасть одновременно, чтобы в нашем понимании, как мы это видим, зародилась жизнь. Первый фактор — это переменные звезды, она не должна быть переменной, то есть она не должна постоянно как-то там пульсировать, менять свою яркость, то становится тусклее, то ярче, потому что это будет тяжело развиваться в таких условиях. Далее — стабильная зона обитания. А за счет изменения яркости звезды, за счет изменения ее циклов, которые там происходят, может меняться и зона обитания планеты. И в один момент у нас зона обитания уходит в холод, и мы все замерзаем, а в другой момент она уходит в тепло, и мы все поджариваемся. Вот такого точно должно быть. Далее — металличность и стабильные орбиты. С чем это связано? Это связано вот с чем. Вот вспомните эту картинку с галактикой. Вот здесь вот солнышко у нас находится. И оказывается, у галактик тоже есть своя зона обитания. Если вы возьмете какую-нибудь планету, лежащую близко к центру галактики, то там будут свои проблемы. Там больше плотность звезд. И есть реально большая вероятность, что какая-нибудь звезда пройдет рядом по соседству, и заденет орбиту, и выкнет эту планету подальше. Там постоянно взрываются всякие сверхновые. Там очень большой магнитный фон. Там черная дыра вообще в конце концов рядом где-то вращается. То есть там все нестабильно. И вряд ли там возможно такой кусочек пространства, где можно было бы миллиард лет посидеть, и ничего там не происходило бы. Это маловероятно. Если вы уходите за, то есть подальше к краю галактики, то там падает металличность. Там падает реально сильная вероятность образоваться каменной планете. То есть там образуются какие-то газовые гиганты, например, Юпитера. Но так, чтобы каменная планета образовалась, там свои вопросы. Вот. Поэтому в галактике зона обитаемости. И вот нам тоже так повезло, что мы попали как раз где-то примерно посередине вот этой зоны. Как-то. Вот. Далее. Помимо металличности стабильных орбит планет и взрывов звезд, взрывов всяких сверхновых, важны еще также размеры массы планеты. Если масса планеты будет маленькой, то она, планета не сможет удержать свою атмосферу. Она просто ее потеряет. Вот как, например, возможно произошло с Марсом. У него какие-то там остаточные следы атмосферы известны. Вот. Если планета будет большой, то она вряд ли сможет сформироваться как именно каменная планета. Это скорее всего будет газовый гигант. То есть там есть пределы масс, где это возможно. Далее. Магнитное поле. Это реально очень важный фактор, потому что, представьте, если сейчас взять и убрать магнитное поле Земли, то нас дует просто. Нас дует солнечный ветер. Он сдует атмосферу. Там будет нечем дышать. Возможно, он даже и нас как-то будет сдувать постоянно. Магнитное поле реально защищает нас от губительного воздействия солнечного излучения. Реально губительного. Вот. И оно важно. Далее. Состав атмосферы. Но тут вообще происходит очень тонкая настройка. Об этом лучше спросить кого-нибудь специалиста, который занимается как раз именно атмосферами, допустим, атмосферой нашей Земли. Но в двух словах, если поменять содержание углерода всего лишь на 1% повыше, у нас будет парниковый эффект. А если на 1% пониже, мы все замерзнем, потому что свет не будет здесь задерживаться. И это только углерод. Там есть еще и другие куча параметров. И вот между ними всеми такая тонкая настройка выстроена. Вот чуть-чуть где-нибудь ручку не там покрутишь, и уже нам будет плохо. Далее. Тектоническая активность. Это как раз тоже положение, которое обсуждал этот Стивенсон. Он считает, что важным для Земли, важным для возникновения жизни является тектоническая активность. Так как она позволяет совершать такую некую терморегуляцию температуры и всего климата на планете. То есть, например, если планета вдруг замерзает, у нее становится мало углерода в атмосфере, она вдруг начинает замерзать. Плиты-то там ерзают. Плиты поерзали, открылись вулканы, они выкинули кучу СО2, углерод поднялся, свет начал задерживаться, планета растопила. Кому интересно, почитайте такую статейку Snowball Earth. Ну или Земля-снежок она называется, может кто-то знает. Там вот интересно по этому поводу написано. И последний фактор, точнее, это не последний, это последний, который я здесь озвучил. На самом деле еще другие факторы есть. Наличие своего Юпитера в системе. Что это значит? Юпитер по некоторым теориям, он выполнял двоякую функцию. То есть, смотрите, когда образуется планетная система, звезда загорается, и ее излучение начинает все выметать вокруг себя. Она начинает ярко светить, и если там есть даже вода, то эта вода вся, она, лед испаряется, и все это дело рассеивается. То есть, невозможно образование планеты, близко находящейся к звезде, вместе с водой, чтобы там она образовалась, и бац, у вас там океан. Такое невозможно. Скорее всего, вода, она занесена на планету из тех областей, где Солнце не может растопить лед. И как она может быть занесена? Вот тут как раз есть одна теория, которая говорит, что это может быть сделано с помощью Юпитера. Юпитер, как большой гравитационный объект, он мог захватывать тела, которые летают вокруг планетной системы, в которых содержится вода. Он их захватывает и отправляет в центр, где находится планета, куда они должны упасть. Они падают, эти тела со льдом растапливаются, и там появляется вода. Но также он выполняет еще и другую функцию. Помимо того, что он якобы в воду заносит, по теориям, он также еще может и вычищать пространство внутри своей орбиты от других посторонних объектов, например, от астероидов, от всяких комет. То есть он выступает в роли такого защитника. И это действительно важная штука, потому что если бы на Землю постоянно падали большие бы метеориты, то жизнь бы просто не успевала нормально эволюционировать. То есть если там раз в 100 миллионов лет падает, ну это нормально еще, более-менее. А вот если они часто бы падали, жизнь бы не успевала, не успевала бы эволюционировать. На самом деле действительно, как я озвучил, это только несколько фактов, которые должны одновременно совпасть, чтобы на планете, возможно, была жизнь. Ну и вероятность их совпасть вместе сразу, ну она действительно маленькая. Поэтому, заканчивая свою презентацию, я хочу составить с таким вопросом. С одной стороны, планет просто тьма. Причем планет типа суперземель, типа таких, как Земля, они якобы составляют больший класс. То есть пока неизвестно, это у нас эффекты селекции еще работают. Но больший класс якобы составляют всякие суперземли и землеподобные планеты. С одной стороны. Но с другой стороны, нужно совпасть очень огромному количеству факторов, чтобы на этой планете появилась жизнь. То есть наличие просто биомаркеров, это недостаточно. Так как биомаркеры, на самом деле, это просто топ самых распространенных элементов по всей Вселенной. Как бы, что с них взять? Поэтому вот, то ли мы маленький мир среди многих других миров, и ни разу не уникальный, то ли мы действительно одна из очень немногих, немногих, еще раз немногих планет среди огромного хаоса. Вот. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ